Рыбинский музей-заповедник Рыбинский музей-заповедник В 2002 году были привезены шедевры нашей коллекции И частные дарители, которые продолжают пополнять нашу коллекцию и по сей день Сейчас в картины галереи нашего музея представлены как и семейные портреты дворянских, купеческих родов Так и шедевры русской живописи XVIII-начала XX веков Среди дворянских портретов выделяются портреты семьи Соковниных, которые к нам поступили из Пашихонского уезда Сами Соковнины были помещиками как раз именно Пашихонского уезда Ярославской губернии Владели землями в Углическом уезде, а также и в Тверской губернии, в Кашинском уезде, например Как Сергей Петрович Соковнин, у портрета которого мы с вами сейчас и находимся Сергей Петрович был военнослужащим, дослужился до чина капитана Но прославился именно на гражданской службе При первом губернаторе Ярославской губернии Алексея Мельгунове Он у нас служил как раз директором типографии, директором дома презрения ближнего И собирал русские рукописи с древности, также еще и книги русского севера Дружил с Мусиным Пушкиным еще с одним известным нашим ярославским помещиком Самый известный из Мусиных Пушкиных Алексей Иванович, первооткрыватель слова о полку Игореве Именно на этой стезе, как библиофилы, археографы, они и подружились И не случайно начинается собирание, создавание семейной галереи помещиков Соковниных Где представлены, конечно же, портрет и самого Сергея Петровича Как раз здесь он представлен в мундире при службе А также его и супруги, и, скорее всего, что представлен и их сын И детский портрет Соковниных, который тоже находится в нашем собрании Портреты поступили как неизвестные, и мы долгое время тоже считали неизвестными Но благодаря как раз кропотливой работе наших сотрудников были установлены и те персоны, которые изображены на портретах Есть на портретах и подписи на обороте, но некоторые не соответствуют действительности А вот портрет неизвестной женщины, которая как раз тоже здесь представлена на выставке Алексей Валентинович Лебедев, известный искусствовед, как раз и предположил, что это тоже дама из рода Соковниных И это Елизавета Лихачева, которая была в девичестве Соковнина И портрет также представлен на данной выставке В собрании Рыбинского музея довольно-таки много детских портретов И среди них выделяется портрет Настеньки Давыдовой Он к нам перешел из усадьбы Петровска, принадлежавшей Михалковым Давыдовы были родственниками Михалковых, и поэтому в этой усадьбе и сохранился портрет Кстати, это единственная подписная работа грузинского художника Николаса Абхазии Настенька здесь изображена всего лишь 4 годика Но выглядит она как уже взрослая В 18 веке понятия детства не существовало Детей сразу же приучали ко взрослой одежде, ко взрослому этикету Поэтому художник здесь и написал портрет юной княжны уже как великосветской дамы Он очень тщательно прорисовал как раз светское платье Настеньки Но, конечно же, обратил внимание на лицо, зеркало души И свой юный возраст выдает именно испуганным и любопытным взглядом Настенька Несмотря на то, что прическа сделана очень тяжелая, она напудренная, да, такая действительно как взрослая прическа У маленького ребенка на голове оказалась Но нужно сказать, что этот портрет был написан совсем не случайно Настеньку увозят учиться в Смольный институт Она была в одном из самых первых наборов смолянок И была любимицей императрицы Екатерины II Через несколько лет Анастасия закончит золотой медалью это учебное заведение И уже будучи смолянкой, ее запечатлел другой великий русский художник Дмитрий Левицкий В своей серии смолянки Ее парный портрет с княжной Ржевской А вот этот портрет должен был оставаться в доме Давыдовых Для того, чтобы они не забывали, как выглядит их дочь Которую увидят они только лишь спустя несколько лет Продолжая тему детского портрета и собрания Рыбинского музея Можем обратиться к портрету Петра Алексеевича Соковнина Здесь мальчику, опять же, отрасль всего лишь 5 лет Но выглядит он уже как маленький взрослый Он одет военный мундир, из-под которого видно богатое кружево Кружевное жабо, кружевные рукава Также мальчик в парике, в напудренном парике И придает это статус дворянину, но, конечно же, не возрасту юного ребенка И только лишь цветы, букет цветов, которые держит ребенок в руках Подчеркивает его возраст Белые цветы как раз символ непорочности, невинности Также указывают на возраст этого ребенка На обороте портрета Петра Алексеевича было написано Изображен лейб-гвардии Преображенского полка Вахмистр Скорее всего, что это была ошибочная надпись И мы датируем этот портрет началом 19 века А вот о ком идет речь, жил в начале 18 века Поэтому здесь Петр Алексеевич Соколнин, будущий помещик Тульской губернии Изображен на этом детском портрете Рыбинск – город купеческий И, конечно же, в собрании Рыбинского музея Не обошлось без галереи купеческих портретов Но, как ни странно, здесь на выставке Представлены из нашего собрания Портреты углических купцов Буториных Которые каким-то образом попали в наш город Особенность купеческих портретов как раз и представлена на портретах Буториных Когда жена показывает богатство своего мужа И обязательно должен быть на голове платок повязан Богатая шаль, которая выпускалась только лишь за границей Это был признак богатства Ну и, конечно же, по купеческой традиции Женщина без платка в руках тоже не выходила на улицу И здесь это очень хорошо прописано Но, тем не менее, богатая накидка с воротником Тоже представляет достаток мужа Эти парные портреты были выполнены спустя 30 лет После совместной жизни А попали в город Рыбинск они совсем не случайно За рыбинского купца Николая Баскакова была выдана замуж дочь Александра И именно купцы Баскакова организовали в городе Рыбинске сиротский приют И из этого сиротского приюта и попали эти портреты в наше собрание Портреты супругов Буториных написаны классиком портретного жанра Купеческого портрета Тархановым, знаменитым ульческим художником Тарханов подчеркнул статус своих изображаемых Как раз мундиром Григория Буторина Особо были выписаны на этом мундире пуговицы На которых изображен герб Ярославской губернии Тем самым подчеркивая статус купца, что он на государственной службе Коллекция Рыбинского музея богата и разнообразна Поэтому не случайно наше живописное полотно Можно увидеть на многих совместных музейных проектах в разных городах России Ну и конечно же всю полноту нашей коллекции Можно ощутить в картинной галерее А также на сайте музея, где представлена в полном объеме наша онлайн коллекция Редактор субтитров А.Семкин